Приветствую вас, я, один из управляющих АДУ, и сегодня хочу подробнее рассказать о том астральном мире, в котором нахожусь. Я прекрасно знаю общепринятую точку зрения людей о моей реальности, и конечно понимаю её причины. Сегодня я хочу показать АД немного с другой стороны, конечно имея в виду всё его негативные стороны, но раскрою и позитивные. У меня нет смысла специально вас туда заманивать, ведь огромное количество людей после смерти так попадают в АД. Как ни странно, такое мощное влияние АДа на жизнь людей стало скорее бедой для этой реальности, чем пользой. В этой статье я объясню причину сложившейся ситуации и подробнее расскажу об АДе. АД является астральным миром, то есть воображаемой реальностью, изначально созданной сознанием людей. При поддержке социума этот мир обрёл такую силу, что вышел из-под контроля людей, создававших его, и сейчас наоборот уже он контролирует человечество. Контроль происходит с помощью захвата сознания, то есть за счёт накладывания сильнейшего эмоционального воздействия на сознание человека. Например, дурной поступок или вредная привычка, влекущие человека, часто оказываются настолько сильными именно потому, что воздействие АДа специально подогревает такое желание человека. Затем, когда привычка усиливается, возникает программа, которая контролирует человека, и она становится связующим звеном между человеком и АДом. Поэтому неважно верит человек в АД или нет, боится ли он оказаться там после смерти, но вероятность попадания в АД достаточно велика для каждого человека. Наиболее распространенный случай таков, что, умирая, человек отдаёт АДу значительную часть своего сознания, хранящую воспоминания о прошедшей жизни. Такая часть сознания, попадая в астральную реальность, начинает действовать самостоятельно и способна контактировать с живущими людьми, действуя по заказу управляющих АДу. Эта часть сознания умершего человека, ставшего жителем АДа, способная взаимодействовать с живыми людьми, называется Бесом. Находясь на астральном плане, она не является астральной проекцией, ведь не создана воображением человека, а в прямом смысле является его частью. АД просто захватывает эту часть человека и обычно уже не отпускает. Другие же части такие как Душа, Сущность, Подсознание, переходят в другие пространства, откуда пришли в начале воплощения. Душа обычно проходит через рай, очищаясь от эмоциональных связей с сознанием человека, а затем посоединяется с Высшим Я Подсознанием и уходит в нижние миры Земли, а некоторые его части — в другие параллельные реальности или галактические миры, где существуют другие цивилизации, в которых раньше воплощался этот человек. АД уже достается чуть ли не самое главное — воспоминания о последней прожитой жизни и опыт, обретенный в течение нее. Вследствие этого, когда человек воплощается снова, он обычно не помнит событий прошлой жизни, ведь у него нет части сознания, хранящей эту информацию. К сожалению, это уже практически стало правилом, из которого бывают лишь редкие исключения. Наверное, вы поинтересуетесь, как же тогда люди вспоминают свои прошлые жизни, например, пользуясь гипнозом или входя в глубокую медитацию. Другой распространенный пример воспоминания о прошлых воплощениях — это буддистские ламы, некоторые из которых могут проследить свои прошлые воплощения на десятки жизней назад. Такую возможность открывает подсознание, хранящее память о всех прошлых воплощениях. Когда человек воспринимает окружающий мир, его впечатления откладываются в двух частях его существа — в активном или повседневном сознании и также в подсознании. Хорошо известны случаи, когда человек уже давно забыл какую-то информацию, но ему приходится в экстренном порядке воспользоваться ею, и тогда нужные сведения достаются из подсознания, или даже просыпаются давно утраченные способности. То есть подсознание сохраняет абсолютно весь опыт, обретаемый человеком в течение жизни, но далеко не всегда его обладатель может им воспользоваться. Вся необходимая информация обычно сохраняется в активной памяти, которую можно сравнить с оперативной памятью компьютера, хранящей под рукой человека все, что может потребоваться в любую секунду. В глубоких медитациях или под гипнозом человек может вспомнить свои подсознательные воспоминания, восстановив во всех подробностях события последних воплощений. Подобный процесс проводят в своих практиках буддистские мастера. В результате у них просыпается осознанность в этом отношении. Но вопрос в том, можно ли эти знания сделать практическими, а не просто любопытной информацией, близкой сердцу человека. Чтобы память прошлых жизней смогла стать реальным опытом, которым возможно воспользоваться, нужна поддержка той активной части сознания, которая непосредственно жила в том конкретном воплощении и действовала сознательно. Так как такая часть сознания чаще всего попадает в ад, то в следующем воплощении она становится недосягаема для человека. Поэтому навыки и способности, обретенные в прошлом, очень редко восстанавливаются сами собой. Чаще всего человеку приходится снова их нарабатывать, полагаясь на память подсознания. Часто восстановление такой способности происходит быстрее, чем у многих других людей, начинающих с нуля. Но если бы в процессе совершенствования принимала участие активная часть сознания, пришедшая из прошлых воплощений, то человек обретал бы утраченные способности мгновенно, не тратя на это годы или даже всю жизнь. С моей точки зрения это было бы справедливо, ведь человек в прошлом уже затратил время на освоение какой-то способности, и прохождение повторного пути не является для него чем-то новым и интересным. Подсознательно многие чувствуют это, поэтому личностное развитие часто становится рутиной, а некоторые бросают свои начинания на полдороги или вовсе не смотрят в сторону самосовершенствования. Причина как раз в том, что принцип перевоплощения, задуманный как обновление человеческих возможностей, сохраняя при этом все обретенное ранее, уже давно не реализуется. Сейчас каждое новое воплощение человек скорее откатывается назад в своем развитии, нежели делает шаг вперед, ведь он утрачивает то, чем обладал ранее. Первую часть жизни он тратит на то, чтобы вспомнить те возможности, которыми уже когда-то владел, и это называется социализацией. Обычно на этом все и заканчивается, ведь осваивая приемы социума, человек закрепощает себя в жестких программах, и наработанные качества не позволяют ему сделать новый шаг в собственном развитии. Например, если в молодости человек выучился на врача или программиста, велика вероятность того, что и далее он пойдет по этому пути, совершенствуя в первую очередь те личные качества, которые требуются для работы. Эти способности обычно активны в начале жизни и открываются социумом для того, чтобы человек смог реализовать себя в определенном направлении, в котором заинтересована система. Другие же качества, которые могли бы поддержать человека в разнообразных увлечениях, обычно приходится нарабатывать. Человек обычно подсознательно ощущает, что та или иная способность у него сильна, и он испытывает желание раскрыть ее. Такое стремление поддерживается прошлыми воплощениями, до сих пор живущими в человеке на уровне подсознания, и они подогревают его желание восстановить утраченные способности. Однако редко происходит так, что в человеке открывается ярчайший талант, на реализацию которого не нужно затрачивать дополнительных усилий. Чаще всего для достижения выдающихся результатов приходится долго работать над собой. В этом заинтересована система, поддерживая в человеке желание трудиться ради обретения материальных благ, а также ограничивая его результаты, так как ей проще руководить посредственными людьми, чем яркими талантами. С другой стороны, если бы в человеческом обществе проявилось разнообразие личностных качеств и способностей, то в развитии человечества произошел бы настоящий скачок и появилась бы возможность уйти из того искусственного пути, который сейчас поддерживается определенными силами. Я имею в виду технологический прогресс, в ходе которого настоящие способности людей замещаются искусственными приборами, вследствие чего люди на самом деле не развиваются, а деградируют. Каждый из вас прожил на Земле уже тысячи воплощений, успев перепробовать себя во множестве направлений, и по сути нет такого качества, которым бы не владел каждый из вас. Вероятность восстановления той или иной способности обычно зависит от сил и желания, и чем оно больше, тем более крепкая связь устанавливается с той частью подсознания, где находится утраченный опыт. Но такой путь возрождения талантов подразумевает трату большого количества времени и сил. Тем самым социум замедляет развитие человека, а по большей части вообще блокирует его, ведь постоянная трата энергии приводит к ослаблению желания, а также к искажению того состояния, в котором на самом деле желает действовать человек. Если бы человек установил связь с активной частью своего сознания, хранящейся в аду, то восстановление способности произошло бы мгновенно, в человеке бы просто активировалось требуемое качество. Безусловно, такой путь развития намного более желанный для каждого человека, и более того, именно он является естественным. Кроме того, с приходом на Землю новых энергий, такая активация способностей будет становиться все более актуальной. Эта волна энергии начнет способствовать стремительному развитию тех качеств человека, которыми он обладал сотни воплощений назад или даже таких, которых он еще не имел, но потенциал для воплощения которых хранится на уровне подсознания. Так как поток энергии будет очень мощный, то и желание развиваться в необычном направлении также будет очень сильным. Человеку захочется сделать в прямом смысле скачок, не ожидая долгие годы пока его способность сможет выкристаллизоваться в усердной практике. Пришедшие энергии будут настолько разнообразными, что у людей появится множество идей, которые начнут их вдохновлять попробовать себя во множестве ипостасей. Но если люди не научатся мгновенно реализовывать новые способности, то пришедший поток энергии своим разнообразием начнет просто раздергивать внимание и раздражать их, что приведет не к повышению вибраций, а лишь к огорчениям. Однако активная часть сознания человека, которой тот владел в одном из прошлых воплощений, может стать мостиком между его нынешним сознанием и подсознанием. То есть не придется восстанавливать утраченную связь с каким-либо качеством. Такая связь будет создаваться мгновенно благодаря тому, что человек получит обратно ту часть себя, которая владеет всем необходимым опытом и может включить скрытые возможности организма. Может возникнуть вопрос, каким же образом происходит активация способностей у маленьких детей. Например, известны случаи, когда ребенок, не обучавшийся музыке, садится за фортепиано и исполняет сложнейшую партию. Причина таких чудес заключается в том, что в начале жизни человек обладает особенно сильной связью с собственным подсознанием, и опыт прошлых воплощений лежит на поверхности. Но по мере воспитания восприятие человека вновь программируется социумом, и полученные программы становятся препятствием для погружения в подсознание. Поэтому у взрослого человека контакт с подсознанием возможен лишь в измененном состоянии сознания, когда привычное восприятие на время отключается, или в критические моменты жизни, когда повседневному сознанию необходимо срочно получить новые возможности. В подобных экстремальных случаях утраченные возможности на время восстанавливаются в целях выживания, но так как между сознанием и подсознанием не создано крепкой связи, то активировавшееся качество быстро исчезает. Все эти рассуждения об активации способностей я привожу для того, чтобы показать потенциал для каждого человека, которым на самом деле обладает ад. Ад в прямом смысле является хранилищем опыта каждого человека, который может поддержать скрытые резервы его организма. Изначально, ад не должен был становиться хранилищем человеческого опыта, но волей судьбы стал им. К сожалению, пока это хранилище работает только в одну сторону, забирает возможности у людей. Исключением становятся только те люди, которые уже при жизни создают контракт с адом и начинают действовать в его интересах. Такие люди часто становятся особенно успешными в социуме, не только благодаря тому, что их поддерживает система, но и вследствие восстановления многих талантов. Хорошо известно выражение «минус продал душу дьяволу», и оно подразумевает людей, которые по непонятной причине становятся необыкновенно удачливыми и способными. К сожалению, деятельность такого человека обычно приводит к плачевным последствиям, как для социума, так и для него самого, ведь обычно он действует в интересах эгрегоров, стремящихся захватить сознание множества других людей. Например, композитор пишет музыку, которая буквально захватывает слушателей, программируя их на определенные действия, или политик, выходя на трибуну, говорит такие проникновенные слова, что ему начинают доверять миллионы подчитателей. Таланты подобных людей обычно активируются в целях воздействия на окружающих, а сами их обладатели становятся инструментом в руках определенных социальных сил. Ад в этом случае является помощником социума, поддерживая человека в стремительном личностном развитии, а также получает возможность напрямую действовать через него, захватывая его сознание. В конце жизни такой человек перемещается в ад, причем не частью своего сознания, как происходит у большинства других людей, а всем своим существом. С одной стороны, такое целостное перемещение позволяет ему действовать в аду достаточно осознанно и очень быстро стать одним из управляющих над сознаниями других людей. Однако чаще всего этот человек, продавший душу дьяволу, оказывается пленником ада и уже не может оттуда выйти. Его душа и значительная часть подсознания теперь существуют в аду, и нет той части его существа, которая могла бы воплотиться снова. Кто-то может подумать, что за счет этого человек обретает вечную жизнь, но на самом деле он получает лишь вечные мучения и ограничения. Ведь перевоплощение — это обновление, а такой человек зависает в каком-то одном определенном состоянии, при этом лишаясь физического тела, являющегося основой реальных ощущений, и все его сознание оказывается захваченным, действуя по инструкциям руководителей яда. В результате, если человек полностью перемещается в ад, это приводит практически к тупику в его развитии, из которого очень сложно вырваться. Все это касается не только людей, но и астральных сущностей, попавших в ад и занимающих в нем любые позиции всех руководителей этой реальности и всего ада в целом. Сейчас ад находится в тупике и уже практически не имеет шансов на продолжение своего развития. Главная программа, которую прокручивает ад, заключается в потреблении энергии от живущих людей и отбирании частей их сознания. Энергия, получаемая адом, может быть направлена на социальные процессы и в идеальном случае может приводить к глобальным изменениям в системе, однако эти ресурсы тратятся на еще больший захват сознания людей, то есть поддерживают деградацию человечества. Ад в прямом смысле не является той силой, которая приводит к сужению возможностей человечества и движению по технократическому пути развития, но к сожалению мой мир стал одним из инструментов для осуществления этой цели. В этом отношении ад стал мощнейшим инструментом социума, и силы, с которыми сотрудничает ад, направляют его энергию на закрепощение восприятия людей. Каждое воплощение, отбирая у человека его обретенные способности, ад просто умаляет желание развиваться у большинства людей, поэтому совершенствование технологий становится практически единственным выходом. При этом ад, используя по отношению к людям одну и ту же стратегию, постоянно захватывается своей же программой, вследствие чего происходит сужение его возможностей. Поэтому человечество и сам ад, являющийся одним из сильнейших астральных миров, контактирующих с человечеством, оказались в замкнутом круге. Так как при взаимодействии ада с людьми, используется всего лишь одна программа, связанная с захватом сознания, то замкнутый круг, в котором находятся люди и жители ада, постоянно сужается, приводя к еще большей деградации. Если мы не придумаем какого-то выхода, то нежелательная тенденция, проявлявшаяся тысячелетиями, закрепиться навсегда и, не позволив человечеству раскрыть свой потенциал, приведет к упадку всей цивилизации. Возможно, что люди будущего даже не заметят сужение своих возможностей, так как деградация будет происходить постепенно, но каждый человек навсегда утратит связь со своими настоящими качествами, покоящимися в его подсознании, и будет развивать только несколько способностей, предложенных ему социумом. К примеру, люди будущего будут успешны в использовании компьютерных технологий, но все их восприятие будет касаться виртуальной реальности, а физические органы чувств могут оказаться вовсе не нужными. Тогда все творческие способности, которыми все еще обладают люди, окажутся безвозвратно утрачены, и будут заменены более примитивными навыками, связанными с созданием новых компьютерных программ. В таком случае тот потенциал, который содержится в человеческом теле и хранится в подсознании, будет утрачен навсегда, и, возможно, ненужным окажется само физическое тело, являющееся кладезем всех способностей. Человек в принципе лишится возможности восстановления качеств и, приходя в новую жизнь, будет абсолютно беспомощным перед системой, реализуя только те возможности, которые она ему предложит. То есть человек рискует потерять главное, что пока у него еще есть собственную индивидуальность, проявляющуюся в его характере и базирующуюся на глубинной энергии его существа. Если человек не сможет полагаться на подсознательную память своего тела, то его настоящая индивидуальность окажется навсегда похороненной в теле и будет заменена искусственной, навязанной ему системой. Тогда те люди, которые будут реализовывать себя в системе, полностью забудут о своих настоящих потребностях и в прямом смысле уже перестанут быть людьми. То есть человек станет простым инструментом системы, которая будет активировать в нем те качества, которые нужны ей, но сам он окажется полностью захваченным. Это будет результатом окончательного сужения круга возможностей, которым обладает человечество и превращение его во что-то другое, в механизм. Если ничего не предпринять, то такой исход произойдет естественным путем, ведь все современные социальные процессы направлены на усиление контроля и способствуют захвату сознания.